поворачиваем камеру а чё не повернулся нормально все работает робит вы посмотрите на раз готика снова не побеждаю давайте переливать все голоса в киберпанк он уже играл папочка мой мой папа игорь сделал салатик мимозы салат мимозы и нам подарок на стол но он пока я его везла он съехал очень жаль но я думаю все равно вкусный я тоже думаю вкусный это же поем готовки у нас почти не будет у нас будет легкий слушай где где всякие палки там ночью значится палка нужно выдвигай так вставляем вот так наверно хороший для кадров так ну чё что у нас сегодня на приготовлении начало я носить буду что ты думаешь он на одном месте бы стоит конечно не они у нас серьезный пункт да конечно коктейль хотела бы ну будем делать коктейль что значит что у нас есть с вами ром пол бутылки нормально я люблю спалка водка белуга на 12 часов шампанское и гристое вино так и еще есть джин джин в список алкоголь добавляется что мы можем сделать какой коктейль из всей этой хуйни я не знаю даже как ты чем стоишь на короче смотри это какая-то хуйня который я купил какая-то штука новогодняя снимаем тему и на настоящую елку накидываем а чё произошло каком я какомки вот такие это вот это я купил за 200 рублей до она кончилась да все слушайте ну вот такая красота у нас такая вот красота у нас с вами ребята в принципе знаете довольно красиво выглядит так все кончилось ну что ж далее у нас будет несколько блюд сегодня таких как какие блюда у нас будут колбаска с хлебом колбаска с хлебом первое блюдо звучит неплохо икра с хлебом покажи икру вот она и слева от нее хлеб его можно показывать да при том что лизон всегда ненавидел хлеб и внезапно переобулась но ты говорил что это дерьмо полный не знаю это твои зрители писали что типа хлеб говно по твоему мнению коктейль разнообразная алкогольная подожди ты не все ты не все вспомнил то что я придумал то что я взял ребят ролл за 899 рублей на такие деньги я просто чуть с ума не сошел когда платил их или около тысячи даже это лосось с сыром и вялеными помидорами пошел смотрите чат что вы думаете насчет это нахуя пишет смысле блять это же вкусно должно лучше выкинь да не попробуем 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 приготовим сейчас и попробуем наверное будет вкусно ну что ж как мы приступаем к нашим делам лиза ну честно говоря я хочу приготовить то можно давайте я так скажу я буду смотреть в чат и смотрите это ром это водка этот джин а это нельзя покажет что из этого что из этого как считаете что из этого будет качественным наиболее напитком для коктейля второе пишут ром подождите не все пишут второе джин пишет все вместе не они они все все вместе смешивать не стоит это говно будет полный водочку чистую чистую водочку сегодня днем пила с ним вот его напиток он кстати передал немножко можно с этого начать флешка поздравляем тебя с новым годом чего пила что это это папина настойка так ну ладно тогда я не знал что это существует папина самогонка тогда ну поехали самогонки начнем так салатом закусим действительно кукинг бухла стрим да у нас слабый кукинг я уже говорил сегодня историю рассказывал о том что мы вчера заказывали короче продукты на на дохуе ли он просто тысяч рублей и нам просто отменили в метро продуктовый заказ пришлось заказывать сегодня а ты будешь рулить ну что ж рулим рулим богдан камеру взял чтобы самому ничего не делать пишут да это правда но пока что я могу сейчас поделать вот я сейчас взяла я тоже именно с такой целью нормальный так что-то много как-то ты целые рюмки наливаешь а какие рюмки должны быть еще раз но это много вы смотрите целая пятилитровая кружка я в шоке рюмки должны быть целыми как и все остальное что является целыми это кружка пивная что сделал вот это да прикол извините у меня будет вилка с черным вот этим вот приколом концом она может держаться концом да а у нее будет вилка без ничего серебристая изящная изящная но тем не менее без ничего поставь пока что темку наоборот пожалуйста господа мы вас всех поздравляем с новым 2002 ой 22 годом 80 20 20 22 22 22 23 Может, от гидрогеля пахнет? Чего? Гидрогеля. Сейчас падает. Интеросгелия, или как он? Интеросгель, вот. Это впитывается у кого-то. Очень вкусный салат. Хороший. Ладно, я делаю коктейль. А не будем я займусь, я же бутербродский делаю. Господа, я делаю коктейль прямо сейчас. Из чего он будет состоять, спросите вы. А я отвечу. Идем в наш холодильник. Что нам нужно для коктейля? Во-первых, ром. Подожди, Реджин. По-моему, ром. Ром. Матузалем. Подносим его к нашему блендеру. Блендер у нас есть. Следующее, что мы делаем. Подходим к холодильнику обратно. Берем. Что это? Это грейпфрутовый сок. С мякотью. Ставим его сюда, грейпфрутовый сок. После чего... Это что за говно? Тоже грейпфрутовый сок, да? Но не полный. Да, маленькая хуйня. Так, тогда мы берем и, наверное, вот этот чуть подальше поставим новый, а старый чуть поближе. Это такой план. Так, далее. Подходим. И обнаруживаем у нас в холодильнике ананасовый сок. Ананасовый сок, который тоже является нужным к грейпфрутовому соку, господа. Мы делаем что? Далее. Подносим также сюда еще и ром. И самая важная вещь, самая важная часть всей этой хуйни, это, как ни странно, мед. Кроме того, мы еще должны достать из морозильника лед. Лед самопеченный такой, самодельный. Достаем из холодильника. Эта вся хуйня стоит не так дорого. Например, блендер был в квартире уже, когда я сюда переехал, поэтому он стоит 0 рублей. Ром стоит 1100 рублей, где-то 1200. На Новый год можно, я считаю. А два сока стоят хуйню. Мед стоит нормально. Мед стоит около 400 рублей. То есть вот такая вот стоимость коктейля получается. Так, чекаю чат. Что-то дешевый пишет, а мой лед, бесплатно, 400 рублей. Не, кстати, наверное, блендер стоит около 2000 рублей. Но я думаю, что у вас дома уже есть блендер тоже, как и у меня. Что мы делаем для того, чтобы приготовить алкоголь, ребята? Пытаюсь поставить. Вот ставлю сейчас вас так, как надо. Во-первых, берем пару бокалов для того, чтобы отмерять количество алкоголя. Кроме того, берем один из наших шотов, из которых мы пили настойку с вами, ребята. Вот этот, например. И эти два устройства у нас являются мерилами коктейльными. Одно устройство является мерилом коктейльным алкогольным, а другое – внеалкогольным. Что мы делаем прямо сейчас? Я, кстати, не помню, как у меня. Как получится, как получится. Это всегда такое правило у коктейлей. Берем, наливаем сок грейпфрутовый с мякотью, взбалтываем его, льем в нашу кружку. Видим, что половина только кружки доступна. Сок закончился, поэтому мы старую нахуй пачку выкидываем. Для того, чтобы выкинуть сок, истекший, который уже закончился, тебе необходимо его перевернуть и положить плашня, чтобы все понимали, что он уже кончился. Это гайд. Как выкидывать сок, как делать вид того, что пачка сока уже пуста. А мы берем следующую пачку сока, грейпфрутовую тоже. Наливаем также в этот же блядский стакан бакабу, как кому удобно называть. Штуки, в которых хранится жидкость. Видим один такой, и наливаем его внутрь. Наливаем еще один такой, господа. Вы не думали даже, что это произойдет, ребята. Но мы наливаем еще один грейпфрутовый сок. После чего мы закрываем новую пачку грейпфрутового сока. Открываем новую пачку ананасового сока. Ананасовый сок. Ребята, у вас сейчас на экранах вот такой ананасовый сок. Но я возьму более пиздатый сок. Свежевыжатый ананасовый сок. Я его взбалтываю. С хуярю его рукой. После этого берем снова нашу емкость, который только что был грейпфрутовый сок. Наливаем туда пиздатый сок. Ну или не пиздатый. Если пиздатого нет. В один бокал. Доливаем грейпфруту. Доливаем. Потом второй бокал тоже организуем с ананасовым соком. Доливаем. Кстати, не факт, что хороший ананасовый сок будет лучше, чем плохой ананасовый сок. Может быть, совсем наоборот. Может быть, плохой ананасовый сок имел меньше мякости, кстати. А в некоторых рецептах коктейльных требуют меньше мякоти. Возможно, уже фейл. Но вряд ли. Следующее, что мы делаем. Это берем нашу емкость для шотов. Надеюсь, она у вас тоже в руках сейчас. Для ваших шотов. Откупориваем нашу бутылку рома. Наливаем целую хуйнюшку. Выливаем хуйнюшку сюда. И еще одну целую хуйнюшку, если вы делаете двоих, тоже наливаем. Бамс! Слушай, не помнишь? Лед. Надо сюда запихивать или нет? Нет, в лед уже наливать. А, сюда надо мед. Сюда надо мед. Внезапный мед, ребята. Ведь коктейль-то называется... Пчелка. Коктейль называется пчелка. И в этом нет секрета. Мы достаем мед. Мед, 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 мед. И после этого также достаем... Блядь. После этого также достаем чайную ложку. Блядь. Первый мед мы выплескиваем сюда. Прямо в блендер. Ой, как красиво на камере. Угу. Клик года. Ты так много коктейлей сделал. А что, мало надо было? По-моему, новый. Хочешь, я весь выпью? Нет, я тоже буду. Я думала, как ты делаешь? И вторую тоже ложку меда берем. И после этого отправляем в блендер. После чего пытаемся... Ущерб, который мы принесли, пока пытались мед достать, вытереть. Вроде получается. Ничего не нужно смешивать. Ничего смешивать нахуй не нужно, когда ты в блендер это отправляешь. А знаешь почему? Потому что блендер смешает все это за тебя. Мы отправляем сюда мед. После чего накрываем... Вставляем его и врубаем. Пока что не получилось врубить. И врубаем. Держи, придержи, придержи. После чего снимаем крышку с блендера. И видим, что у нас на готове уже алкогольный коктейль. Коктейль, который тебя разъебет, скорее всего. Следующий наш шаг это обнаружение льда у себя в холодильнике. Смотрим на наш лед. Берем. Сначала мы с вами закидываем в эти коктейли лед. Точнее в бокалы лед. Это очень важно. Самое главное в начале скинуть лед. Смотрите. Забрасываем. Забрасываем. Раз. Два. Три. Охуй. Четыре. Охуй. Пять. Шесть. Я помою лед. Помой лед. Внимай. Я что, долбоеб, пить лед? А я отвечу. Лед это очень важно. Лед сделает коктейль вкусным. Действительно вкусным. Таким, каким вы его до этого никогда, возможно, не пробовали. Наливаем в наши емкости. Да, как хорошо. Да, хорошо. Да, хорошо. Да. И у нас с вами остается еще больше половины. Мы можем бухать. И далее. Что у тебя с икрой на данный момент? Я вижу, что бутерброды с икрой нарастают, их количество становится больше и больше. Я называю их прямоугольная икристость. Прямоугольная икристость. Название данных бутербродов. А что мы можем сказать по поводу вот этого дерьма? Которое самое дорогое блюдо на нашем столе сегодняшнее. А ты купил это? Я купил, не ебал, как это делать. Может быть, разогреть плиту для этого, печь? Да. Тихо. Врубаем духовку прямо сейчас нашу. На 180-200. Врубаем духовку прямо сейчас. Вино я уже выпил, кстати. Можно есть до 12? Нельзя есть до 12. Это глупость какая-то. Все едят до 12. Самое главное, основные блюда не едят. Все едят до 12. Кто съел основное блюдо, то хлопот. Салатоксина до 12? Не-не-не, максимум в 11 часов можно есть. Салатоксина до 13. Ладно, глупость. Вот горячее после 12, согласен? А вот бутеры можно и... Согласен. Не-не-не, даже не до 12 горячее. Горячее нужно есть за 10 минут до начала Нового года. То есть в 23.50. Но бутербродики можно после 11 начать. Это обязанность. Но бутербродики после 11 можно. Да, бутербродики после 11 можно. Это правда. Бутербродики считаются жалким блюдом. Ну, по сравнению с горячим, там, с супом, со всеми делами. Правда, супов обычно никогда нет на Новый год. Собственно, какие блюда мы вообще будем делать? Да никак не. Только вот это и вот это дерьмо. Да. Не, можно еще сделать другие бутерброды другого типа. Да не, не стоит. Наверное, только вот это и вот это дерьмо, и все. Ну да, у нас еще салат от папы есть. Так что, в принципе, у нас еще есть оливье от папы. Ага, в чеке пишут, хрущево то, что надо. А, хрючево то, что надо, имеется в виду. Хрущево. Ласки, стрижка топ. Топ хуйня. Я вот так же подумала. Я не люблю лысые стрижки, но ему идет такая. Тут как бы ничего не сказать. Вот идет и все. Но он выглядит как солдат какой-то. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ну, это как бы неплохо. Пахнет как огромные роллы плодельки. Все, пойдем. Не, не, не. А, ну ладно. Ой. Я думала, он ровненько упадет. Видимо, не стоил. Она аж трещину дала. Ой, этот хорошо упал. Метод Богдана Вавилова. Давай я открою, ты сосунешь. У тебя жирная рука. Ну, в смысле? К жиру. Нормальный вес. А если я так на жиданину, там звук тоже меняется? Ну, что ж, готовим. Ну, что ж, готовим. Готовим. Все поломало. И пока, что все нормально. Да, да, да. Пейте алкоголь или не пейте? И будьте... Лучше не пейте. Ну, если вы не умеете пить, то не пейте. Даже если умеете пить, то лучше не пейте. Чуть-чуть выпили весело. Пошли веселиться, повеселились, легли спать и все. Никому не вредно, всем хорошо. Почему все так не делают? Зачем вот что-то ломать, кого-то бить? Какой красивый, посмотрите. Что ты? Ладно, я хвалю. Ну, почему? Я как будто тебя прям хвалю весь день. Ладно, что-то прикатываемся, может, за ком? Прости, что похвалил. Субтитры сделал DimaTorzok